Астеро С 2007 по 2009 год был участником группы Дидюля. Эван Сакс родился 3 января 1985 года. Музыкант, саксофонист, композитор, аранжировщик и саунд-продюсер в проекте Астеро с 2008 года. Первый ремикс написан на композицию «Пьяно» исполнителя Эрик Прайц. Следующий ремикс на композицию «Dream On» команды Депешмод уже ротировался на радио Ди-ФМ и радио Рекорд. В 2011 году был записан совместный трек и снят совместный клип с известным исполнителем Инуса Давуда. Бывали много раз вы в Украине. И как для вас это ново? Насколько? Для нас это и ново, и не ново, потому что мы в Украине были, были, но пока еще немного. Мы в основном были в Одессе, несколько раз, один раз были в Бердянске. И вот сегодня новый город, Димпропетровск, будем покорять местных жителей. Насколько популярно самобытное творчество без привлечения других каких-нибудь артистов, личное творчество, личные треки написанные? Мы первые два года писали только ремиксы, в принципе, на известную музыку. Но хочется же писать свои музыки. То есть, чтобы писать авторский материал, ну, конкретно твой, да, должно быть хотя бы мало-мальски известный. Вот мы потихоньку сейчас, сначала делали ремиксы, потом сейчас делаем песни совместные там с известными вокалистами. И потихоньку мы придем к тому, что мы просто будем делать треки наши, просто астера. Хорошо, мы все наблюдали ваш клип сыну Сайдавуда. Как вы вообще с ним пошли в контакт? Как такое вообще совместное творчество вас могло процветать? Вот Инуса Давуда, ему огромный респект, потому что это человек, который именно опирается на музыку, а не на то, вот, поскольку ты круто, насколько круто твое имя. Мы просто ему написали, про нас говорили многие промоутеры, которые нас возили. Мы такие, типа, скажите, Инусе, вот мы хотим там трек с ним записать. Они ему капали-капали-капали на мозги. И тут мы им написали, привет, Инуса, мы проект Астера, мы там то-то-то. Вот тебе демка. Он послушал, блин, чуваки, там демка крутая, все там, мне понравилось, через пять дней уже присылает вокал, там уже слова придумал, все. И все, и как бы он там взялся, прям ему все понравилось. Мы сделали хороший, качественный трек. И он очень круто, очень ответственно отнесся вообще к самим съемкам, потому что он сам, скажем так, внес и финансовый вклад, потому что он сам прилетел, там купил билеты, все там гостиницы, там все дела. Мы взяли на себя все съемки. И очень там были сложные моменты, когда там он там уставал, мы уставали, но он относился к всему очень лояльно, все понимал, то, что мы там за парах. Потому что мы снимали клип вообще сами. То есть мы сами режиссеры, сами продюсеры. И доходило до того, что цветокоррекцию мы тоже сделали. Как вы относитесь к рейтингам диджеев в интернете вообще? К любым? Мы вообще никак к этому не относимся. Я не знаю, что такое рейтинг диджеев абсолютно. Я вообще не знаю этого слова рейтинг, потому что все эти рейтинги, это все вообще полная фигня, и это ничего не значит ни для кого. Да, в интернете можно натыкать количество там голосов или чего угодно. Дело даже не натыканье, может быть там это показывает какую-то там актуальность, неактуальность. Вот сколько там рейтингов российского, да, там топ диджи по версии сайта диджи.ру. Мы ни разу не были в этом рейтинге, вообще даже ни в сотку не подали. Но если посмотреть наш гастрольный график и размер там нашего гонорара, да, то он как бы, ну таким могут похвастаться там далеко не многие. Тем более с развитием вообще интернет-технологий, все эти рейтинги, даже мировой вот этот вот топ 100 диджи, там по версии диджи Маг, мировой рейтинг стал полной вообще, полной профанацией и подкупом как бы и так далее. Кто главный, кто больше там сайтов, на больших сайтах там купит баннерные рекламы и так далее, тот получит больше голосов. Ну и что, это рейтинг разве? Плотный гастрольный график не мешает личной жизни? Работа вообще такая музыкальная не мешает личной жизни? Как относятся ваши любимые люди? Ну вообще как бы нет, то есть я думаю, что если... Это тебе нет. Ну я имею ввиду, что если есть любимый человек, если он действительно любимый, если он все понимает, то вот моя девушка в принципе все понимает. Она понимает, что это как бы наши с ней там доходы, да, мы эти деньги с ней тратим на нашу с ней жизнь. Поэтому она понимает, что я каждые выходные уезжаю работать, как бы она там по дому там, ну то есть это вполне все нормально. Я никаких проблем в этом вообще не вижу. Я на то же увидел. Благодаря гастролям вообще вы познакомились-то в принципе. Да, кстати, кстати да. Почему? А у меня наоборот, у меня в итоге девушка не поняла и как бы, ну и это помешалось. Но я думаю, что не гастрольная как бы жизнь в это виновата, а ну просто как бы либо человек понимает это, либо человек в принципе как бы не поймет ни гастроли, ни какую-то другую деятельность, там другого там мужчину, да скажем. Мужчина должен как бы что-то делать в своей жизни. И это всегда как бы приносит проблемы там в личной жизни, да, потому что как бы мужчина должен тратить много времени для того, чтобы что-то, либо он просто будет работать там офисным планктоном, да, и тогда будет просто овощем, либо он должен что-то делать там, развиваться. Для того, чтобы развиваться, нужно посвятить себя этому делу полностью. Когда посвящаешь делу полностью, то половинка начинает на это обижаться. Ну, как бы тут уже ничего не поделаешь. Проект Астеро специально для вас. Субтитры сделал DimaTorzok